В эти выходные свои гастроли во Владивостоке начинает мега-цирк. В программе экстремальное мото-шоу, единственные в Росгосцирке девушки-мотокаскадеры, парад дрессуры и экзотики. Зрители увидят все, чем славится российский цирк. Настоящий хит-парад цирковых жанров, сочетающих в себе традиции и современность. Это программа «Время говорить». Меня зовут Дмитрий Беломеснов. И у нас в гостях артисты шоу «Мега-цирк» дрессировщики Елена и Андрей Гончарока вместе с ними. И их друзья, коллеги, питомцы, попугай Ара и японский шпиц Миши. Здравствуйте, Елена и Андрей. Здравствуйте. Добро пожаловать во Владивосток. Расскажите о друзьях, которые сегодня с вами. Хорошо. Ну вот у нас справа, слева от меня, в центре, это наш самый центральный артист. Самый взрослый, самый старший, можно сказать. Вожак нашей собачьей семьи. Его зовут Виши. Это японский шпиц. Это небольшие собаки на самом деле. Это он просто на стульчике сидит. Не больше 10 килограмм. Вот такие они все у нас. Одинаковенькие, беленькие. И шесть собачек у нас сработает. Номер курсированной собачки. Вот руководитель как раз Лена. Это попугай Ара. Его зовут Арчи. Вот он у нас тоже очень любит общаться. Хороший мальчик. Вот он участвует в другом номере. Он называется группа смешанных животных. Кодовое название у нас Мадагаскар. Мы с Леной так обзываем этот номер. Потому что там участвует, ну кроме жирафа, по-моему, все, что снимается в мультике. Вот в этом знаменитом. Вот такие у нас артисты. Да, расскажите более подробнее о тех номерах в вашем исполнении, которые увидит Владивосток. Ну, у нас, значит, первый номер, который мы работаем, это озорные собачки. Их, как уже сказали, у нас шесть штук. Они все белые, пушистые. Можно будет увидеть это все на представлении. Всех, кто желает, кто придет к нам и обязательно увидит вот этих пушистых. С ними можно пообщаться даже. Они у нас перед представлением ждут зрителей в фойе. Фотографируются. И у нас такой целый контактный зоопарк. Особенно, когда дети подходят. Вот этот товарищ тоже самое делается со всеми детьми, которые подходят. И не только детьми, а также взрослые могут, пожалуйста. Вот это вот то, что касается собачек. Он очень темповой, быстрый номер. Мы специально отбирали и собак. И как бы ставили номер с тем прицелом, чтобы было быстро, весело. Менялись быстро планы, трюки из этих соображений. И они, хотя уже достаточно взрослые, все удивляются, что это только лет. На самом деле они двигаются, как молодые щенки, очень быстро. А расскажите, какие они по характеру и вообще, как они ведут себя на сцене. Нравится ли им собачек? Они все очень добрые. Они все очень добрые, очень контактные. То есть любого, если взять, он каждый для семьи, для домашнего содержания. Это порода именно. Собака-компаньон. Да. Они выведены были для этого. Для семьи просто идеальные. Поэтому у нас большая семья. То есть это собачки, это попугаи, это обезьяны. Они все очень дружат друг с другом. Также енот, которого обожают все собаки. И он всех любит. Поэтому. Вот молоденькая. Да, вот на крышке. Весело. Крышки уставки чуть-чуть на молоденькую. Очень добрые. То есть у них нет агрессии практически ни у кого, ни на что. Ни в каких ситуациях, ни экстренных, никаких. Они вот такие спокойные, надзорные. А вот Арчи сейчас, немножечко разговаривая, да, с нами, вот крылышками помахал. Это с чем связано? Ему комфортно здесь. Он достаточно... Температура комфортная. Температура комфортная. Головой, то ему что-то беспокоит. Ему нехорошо. А если вот как сейчас видите, я спокойно даже не держу его. Вот он спокойно пересаживается. То есть он не вцепляется. Он мажет крылышками. Даже пытается что-то сказать. Вот это мой молоденький сумочек. Ему здесь понравилось. А вообще мега цирк, что это такое? И из каких номеров он состоит? И чем вы будете удивлять Владивосток? Ну, мега цирк, это такой творческий бренд. То есть это по большому счету тоже как-то сейчас модно продюсерский центр. Который именно занимается вот этой программой, постановкой номеров в этой программе, компоновкой самой в программе. И программа, в отличие, допустим, от обычного дивертисмента, она построена как единый спектакль. То есть здесь нет и шпшталмейстера, никто не объявляет номера. Они перетекают из одного в другой. И вот связующим звеном между номерами является персонажи, клоунская группа. То есть они везде у нас суют свой нос. А их их много, 5 человек. Они везде участвуют, где-то выходят в номерах, представляют артистов. Ну, вот это такое получается шоу. Ну, номеров немного, но они все подобраны и скомпонованы именно так. Да, вот так, тебе куда? Хорошо, мальчик. Они все подобраны и скомпонованы с таким расчетом, чтобы получилось у зрителя цельное, общее, такое очень приятное, благожелательное впечатление именно от всей программы. Я думаю, Андрей все сказал, да, по поводу того, что это реально мега, это реально цирк, это реально мото-шоу, которое у нас представлено единственными девушками, мото-каскадерами. Да, ну, я могу так плавный переход сделать, да. И потом о том, что очень представлена большая группа животных, таких, как начиная с собак и заканчивая самой экзотической группой животных. Большие верблюды, то есть их... Рептилии огромные, там, крокодилы где-нибудь. Девушки-танцовщицы с такими управляются аллигаторами огромными. То есть также на верблюдах у нас акробаты представлены. Тоже, можно сказать, что единственным номером таким, большим объемом. Это групповая, это, то есть на лонж девочки, все это на верблюдах. Очень красиво, очень темпово, очень нарядно. Я правильно понял, что номера с животными, они будут интегрированы вместе с артистами. То есть это не будет, что вот вынесли определенного животного, показали и унесли. Нет, конечно, в нашем цирке такого нет. И это давно уже, я так думаю, что нету. Потому что животное должно непосредственно принимать участие в номере. То есть если это змея, то ее никак не могут вынести и показать. Если это собачка, она не может выбежать, сесть и убежать. У нее непосредственно есть свой номер. Даже если взять змей, да, как бы они не поддаются дрессировке. Но у них есть свой определенный трюк, они летают под куполом. То есть начнем с этого. Первая половина программы, она связана, получается, именно с акробатическими какими-то действиями. Там акробаты все. Верблюды, рептилии. И в конце первого отделения как раз мотошар. Тоже такая мотоакробатика, можно сказать. Да, вот можно более подробнее рассказать про мотошар и о ваших девушках-мотокаскадерах. Насколько я знаю, это единственные представительницы в российском цирке, которые выступают в таком жанре экстремальном. Ну да, в Росгосцирке это единственный женский номер мотокаскадеров. Вот. В принципе, женщины работают, девушки работают в этих номерах. Но в основном не у нас. Вот латиноамериканцы очень сильны в этом жанре. И там в основном мужчины и девушка как бы упрощает номер. Да, как вишенка на торте. У нас совсем другого, наоборот. Всю основную трюковую работу, да всю работу, не основную, вообще всю работу делают именно девушки. Вот. Более того, трюк «Мертвая петля» исполняется только в этом номере тоже девушкой. Там до 25-30 оборотов. Вот. Ну, представляете себе, да, что такое «Мертвая петля» по вертикальной плоскости шара на мотоцикле. Причем в это время... Две чаши шара, они еще и раскрываются. То есть у нее есть единственная дорожка. Это только вот посередине, только прямо. Она никуда не имеет права. Поэтому это очень сложный трюк. Он очень долго репетируется. И, как правило, исполняется очень редко. Но в нашей программе он представлен, пожалуйста. Причем в женском исполнении. У вас такие храбрые, смелые девушки. Как они вообще пришли к такой идее показать такой номер? Ну, они воздушницы. То есть они помимо еще и мотошоу работают в воздухе. Поэтому я думаю, что перейти с одного экстрима на другой, в принципе, если в крови есть, то уже как бы не так опасно. Намного проще и легче. Страшно, да. Параллельные навыки, они осваиваются быстрее. Хотя это, конечно, совсем другое. Это технический жанр. Тут очень много зависит от техники, от мотоцикла именно, от самого, от состояния шара. За этим следят, конечно, мужчины. Потому что где-то надо и подварить, и подкрутить гайку, и отрегулировать двигатель работу. То есть это все на самом деле очень серьезно. Кажется, все легко и здорово. А это целый, ну, такой, как вам сказать, технический кусок программы, на которой заряжено очень много людей. Помимо девчат, которые катаются непосредственно, много людей, которые именно заряжены на то, чтобы все было хорошо. Вот вы уже сказали про клоунов. Вообще невозможно представить цирк без клоунов. Расскажите подробнее, кто у вас ответственный за хорошее настроение зрителей в зале. Ну, там целая бригада отвечающих за хорошее настроение. Что такое? Что такое? Ну, давай, давай сюда. Не нравится ему, вот сюда ему нравится. Вот, целая бригада отвечает за хорошее настроение. У нас, ну, руководитель нашей программы, продюсер, он попытался возродить традицию групповой клоунады. То, что сейчас достаточно редко встречается, и, ну, в основном, сольные пара клоунов, да, у нас пять клоунов. Пять клоунов, они задействованы, помимо в своих непосредственно клоунадах, в антре, они задействованы еще и внутри номеров. То есть, они входят в, ну, так скажем, антураж почти всего. Акробаты на верблюдах. Акробаты на верблюдах. Есть у них свое, вот этот, акробаты на столе. Акробаты на столе, это, то есть, они, помимо, непосредственно, театральной такой, как бы, да, деятельности, они очень много работают и в трюковых номерах. А, животными, бывает, помогают нам, да, создать антураж, то же самое, чтобы это все было веселей, темповей, все это было не настолько, ну, понимаете, когда просто идет один номер, да, он все равно, ну, как так, академично. А когда туда вкрапление эксцентрики, клоунады, совсем по-другому смотрится. И недаром у нас очень большая часть зрителей нашей программы, наш, так сказать, контингент, это именно дети. Вот, потому что, ну, им это очень нравится, когда с обезьянкой еще и клоун, вообще замечательно. Ну, и сами по себе ребята, конечно, работают свои репризы, большие, по 3-4 человека клоунов с задействием. Там у нас до 10 человек народу на манеже оказывается, когда клоуны работают. Очень весело, здорово. Владивосток увидит групповой воздушный номер под названием «Волшебные феи». Расскажите подробнее о нем, что это? Ну, это… Это опять девушки. Это девушки. Это снова девушки. Снова наши бесстрашные девушки, потому что их 7 человек. Они все на одном большом аппарате, то есть непосредственно у них групповая работа, они зависят друг от друга, не только от настроения, но они просто друг с другом. В физической форме, да, в буквальном смысле слова «жизнь в руках». И они, то есть это все добивается таким образом, долгими тренировками, синхронностью, то есть каждое движение должно быть в одном направлении, в одном, то есть они должны доверять друг другу. Это большой номер, это финальный номер нашей программы, только потому что это красиво, опять же, девушки. И там целое шоу, один номер, в принципе, включает в себя все компоненты циркового шоу. Там отстроены все мощности нашего светового оборудования. Там работают специально подобранные, отписанные музыкальные треки. Весь балет участвует в этом номере. Неудобно тебе, да, мой хороший, давай, давай здесь, да. Вот. Весь балет, то есть там одномоментно на манеже около 15 человек находится. Все это в свете, в звуке, в шикарном, в костюмах. Это очень впечатляет. Даже нас, которые всю жизнь в цирке, можно сказать, прожили, проработали, ну действительно, да, устал. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что в гостях у программы «Время говорить» артисты цирка «Мега цирк» Елена и Андрей Гончарук. Это программа «Время говорить». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях артисты «Мега цирка» Елена и Андрей Гончарук, а также их питомцы. Расскажите про подготовку шоу «Мега цирк». Сколько артистов во Владивосток приехало и какие ваши первые впечатления от нашего города и ожидания? Ну, в город сюда приехала наша программа целиком вся. То есть мы не делаем исключений, не делаем каких-то различий. И в любой город, будь то миллионник, будь то совсем небольшие, мы ездили, да, вот Оренбург, там Курск, небольшие города. Мы везем все, мы везем все, все. То есть у нас более 100 человек, все они с нами, все животные с нами, все наши фуры, звуки, аппаратура. Да, то есть аппаратура вся, все уже приехало, все монтируется. Вчера был первый прогон, все смонтировали, ну, там, замену некоторыми мелочами, которые наши, как мы их называем, ботаники, их больше, чем артистов. Там они вот всем этим рулят, всей этой красотой. Что-то они доделывают. Вот, и в субботу на примере, я думаю, люди, зрители, жители Владивостока увидят, так сказать, мегацирк во всей красе. Очень много света, программа, звук на программу, да, авторский весь. То есть все произведения, которые используются музыкально, используются в этой программе, это писаны непосредственно для каждого номера, по темпу, по стилистике, по сюжету, да. Даже, как мы говорим, треки, да, отдельно, если в номере 2-3 трека, то они непосредственно для трюка прописаны для какого-то отдельного. Композиторы занимались тоже целостудие. Вот, все это увидят Владивостокцы, я смотрю, очень много гостей в городе, особенно мы застали как раз окончание саммита. Начало кинофестиваля. Да, и здесь очень много, мы обратили внимание, что очень много иностранцев, очень много людей восточной наружности, поскольку рядом все, да, и Корея, Китай, Япония. Вот, я думаю, если они попадут на наши представления, тоже будут приятно удивлены и обрадованы тем уровнем, тем шоу, которое они увидят. Вот, готовимся, репетируем, сегодня прогон, завтра генеральный, со всем светом, звуком, костюмами и так далее. А в субботу ждем всех. А в субботу премьера, пожалуйста. Да, я предлагаю пригласить наших телезрителей, да и вообще всех жителей Владивостока на ваше представление. Мы с удовольствием приглашаем жителей города Владивостока, гостей города Владивостока к нам в гости. Ну, чашечку чая не обещаем, конечно, но море, большие чаши положительных эмоций, ощущений, это мы вам гарантируем. Море света, море звука, очень большое количество шикарных, высококлассных номеров цирковых, смеха, веселья, всегда, пожалуйста, приходите, будем рады. Премьера в субботу. Да, напомним, что в субботу в 12.00. 12.00, ну, вы видите, даже мы еще об этом узнаем, в 12.00, нам просто некогда у нас прогоны, прогоны, репетиции и так далее. Сейчас давайте порадуем наших телезрителей специальным сюрпризом, который вы приготовили. Хорошо, наш дорогой друг сейчас немножечко повеселит наших зрителей, хорошо? Музыка. Спасибо большое, Елена и Андрей, что сегодня были у нас в гостях. Я желаю вам аншлагов, самых искренних эмоций от зрителей. Спасибо большое, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это была программа «Время говорить». В студии для вас работал Дмитрий Беломестов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова